Дорогие друзья, сегодня у нас с вами эфир про финансовые блоги, и я думаю, он будет очень интересным для многих из вас, потому что у меня в гостях сегодня будет потрясающая совершенно женщина. Это Ирина Ковалевич, это певица, ведущая, суперуспешная бизнесвумен, это бьюти-эксперт со своей авторской методикой, это амбассадор Лаки Групп, это салоны красоты, то есть такой очень серьезный предприниматель будет у меня сегодня в гостях, и это владелица крафтовой бижутерии, то есть женщина очень красивая, успешная. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Я вас уже немножечко представила, и я знаю, что вы еще, мы с вами познакомились на одной из премий в марте месяце, да, это была премия AmFamous, и действительно, да, то есть я вас запомнила как женщину очень такую с волшебной энергетикой, очень такую позитивную, да, вот, которая просто действительно распространяет красоту, и я видела вчера в сторе, что вы тоже вчера какую-то, да, получили премию, да, может быть, об этом вы немножко расскажете, это очень интересно, да, я думаю, всем женщинам. Да, вчера у нас было большое событие, наша компания Lucky Group, она выходит на международный уровень салона красоты, потому что раньше, то есть я занималась консультациями, открытиями, только в России, а сейчас мы уже двигаемся дальше. Это очень серьезный уровень, и действительно, я желаю удачи вашему бизнесу, да, вашему развитию, скажите, пожалуйста, вы всегда были вот так успешны, да, всегда ли у вас это легко так развивалось, может быть, расскажете немного свою историю? Ну, наверное, как у всех людей, мы с чего-то когда-то начинали, я начинала вообще, у меня два образования, экономические и юридические, и, безусловно, я пыталась найти себя, я работала раньше в Государственной Думы, в страховых компаниях, но все это было немножечко не близко мне. Скажу даже больше, что я на работе себя постоянно плохо чувствовала, это было для меня просто вот какой-то внутренний ад, ужас какой-то. Я ехала на работу совершенно без настроения, без сего. Ну, после того, как я подумала, где же найти свое предназначение, я человек достаточно такой эстет, скажем, мне нравится красота, и, естественно, что, как ни салоны красоты, они могут больше мне дать проявиться. И так я пришла к салонам, и тут все в моей жизни изменилось. Я езжу на работу как на праздник, я могу работать до ночи и вставать с утра рано. Действительно, мне это нравится, я чувствую себя, как прыгла в воде. Это действительно очень важный показатель, да, вот такой, когда человек проявляет себя, проявляет свое творчество, да, у него совершенно другие ощущения, он совершенно по-другому себя чувствует, и это всегда, я думаю, отражается в его жизни, да, в его, может быть, и финансах, да, в том числе. И действительно, вот какой-то уровень, я вот думаю, насколько нам актуально, да, поговорить сейчас или про какие-то базовые, да, потребности финансовые, или все-таки про предназначение, да, интереснее говорить, потому что, мне кажется, вы уже такой человек, который уже именно про творчество, да, больше про предназначение, про саморазвитие. И, конечно же, я здесь могу немножко добавить про какие-то базовые вещи, да, потому что люди спрашивают, что блокируют финансы, да, то есть какие-то вот такие вот аспекты, да, для них, может быть, что-то вы тоже добавите, поскольку у вас очень большой опыт работы с людьми, с одной стороны, а с другой стороны, ну, про предназначение это тоже очень важно, да, потому что это совершенно другой уровень. И, конечно же, деньги – это часть энергии, да, которая может быть заблокирована разными аспектами, да, но какие-то аспекты мы можем контролировать, да, какие-то не очень можем, да, и когда человек что-то не может понять, почему в его жизни деньги не приходят, да, для этого есть более глубокие методы, да, вот это метод потоковой терапии, да, которым я занимаюсь, это еще более глубокая даже технология, чем обычная психология предлагает, да, то есть, может быть, чуть-чуть я об этом расскажу. Но элементарные вещи, которые люди могут контролировать, да, и могут осознавать на уровне осознанности, это вот такой вот постулат, да, я недавно выяснила, да, людям говорю об этом, вот как вы, Ирина, это подтвердите или нет, у нас уже с вами там вопросы какие-то, два вкладочки. Дорогие друзья, задавайте, да, если у нас будет возможность, то мы, если успеем, то на них ответим, да, или, может быть, потом в комментариях. И вот такой вот аспект, что люди иногда думают о том, если мне денег не хватает, то мне нужно думать о том, как потратить поменьше. А на самом деле, вот Ирина уже улыбается, да, наверное, понимает, о чём я, потому что мозг, он может думать только в двух направлениях, да, Ирина уже кивает головой, да, потому что можно либо потратить поменьше, да, и тогда вы будете радоваться скидкам, и будете приходить в салон, да, и спрашивать, как можно подешевле, да, маникюр сделать, да, или там какую-нибудь, да, косметологическую операцию, да, на эту тему даже какие-то анекдоты, да, наверное, существует, или вы будете думать, как больше зарабатывать, да, как больше быть, более, как порадовать себя, да, как прийти в классное место, да, как дать себе классный сервис, да, расслабление, как почувствовать себя красиво и тебя при этом классно обслужат, да, вот что вы на эту тему можете сказать? Вообще же вот я на самом деле в кругу знакомых, друзей часто слышу такую фразу, что нужно не меньше тратить, а больше зарабатывать, вот, то есть как бы мысли вот эти блокировки, что о том, что где-то что-то подешевле, вот, ну, они, в принципе, не должны у нас быть. Да, и я знаю немножко эту тему, я тоже долго себя искала, и у меня даже был опыт действительно салона красоты своего, да, он не был успешным, потому что это, ну, немножко не совсем моё, да, то есть, видите, важно каждому человеку найти свое предназначение, да, то, что будет именно нравиться ему. У меня есть книга «Ваш безграничный потенциал», где я пишу, да, более подробно о том, какие типы предназначения существуют, да, как можно найти свой тип предназначения, и бывает, что у родителей один тип предназначения, да, у детей другой, да, и вот как в этом разобраться, да, понять, вот для этого есть книга, да, «Ваш безграничный потенциал». Но, в принципе, человек, он проходит определенные этапы, и нет ничего страшного, если человек идет не туда. И, в принципе, скорость принятия решений, да, это то, что отличает как раз-таки богатых людей и успешных. Почему? Потому что если человек очень долго думает, да, и рефлексирует, заняться мне этим или не заняться, ошибусь я, не ошибусь, да, будет это правильно или неправильно, то он очень много своей энергии спускает на принятие решения, да, на страх ошибки. А как я знаю, вот успешные люди, да, вот, Ирина, может быть, вы тоже это как-то подтвердите, да, или расскажете, они достаточно, ну, во-первых, нейтрально собирают информацию, да, обязательно, то есть без выводов преждевременных, без каких-то лишних эмоций, они собирают информацию. И если приняли решение, то они уже не думают, да, если я решила выйти замуж за Петю, я уже не ищу, да, там, Вася лучше, да, или Сережа, да, то есть я это приняла решение, да, и я как бы, ну, условно, да, делаю, например, этот бизнес, да, или работаю, да, на этой работе, я не думаю, да, то есть я стараюсь сделать это максимально хорошо, я не трачу свою энергию, да, на раздумья, на сожаления о прошлом, да, но если что-то действительно через какой-то период проанализировав, я понимаю, что я иду не туда, то я могу уже это изменить. И вот это очень такой важный, ну, момент, да, может быть, вы тоже об этом что-то скажете, как вы принимаете решение, да, может быть, скажете об этом, да, это тоже, мне кажется, очень такой важный момент в бизнесе. Я очень много действительно читала об этом, то есть как бы достаточно, ну, в 80%, даже в 85%, все успешные люди, достаточно состоятельные, они принимают решение, не раздумывая достаточно долго здесь и сейчас, то есть как бы нужно сделать, мы берем и делаем. Другой вопрос, что, как вы сейчас сказали, что в процессе это может как-то меняться, видоизменяться, вносить коррективы, но основное решение, вот идти прямо, грубо говоря, оно уже как бы идется прямо, возможно, это где-то обходится, возможно, это где-то перепрыгивается, но это уже небольшие коррективы, а само итог, сам итог, он уже как бы предрешается, что все равно я дойду до этой точки, как бы, ну, какими путями, здесь уже может быть разное. Очень интересно, мне хочется вас спросить, что для вас является вот такой поддержкой, вдохновением, да, пониманием того, что вот вы на правильном пути в вашей работе, думали об этом, анализировали? Ну, для меня то, что как бы, поскольку у меня большая достаточно ответственность, у меня большая команда, около 150 человек, я прекрасно понимаю, что беря их на работу, я беру ответственность на себя, и я не могу сделать так, чтобы какой-то из салонов был неуспешный, какой-то из проектов там хромал, потому что я знаю, что они мне поверили, они пришли ко мне на работу, они, у кого-то там взаимосвязаны это с семьей, там, то есть они содержат семья, и я просто не могу их подвести, и поэтому понимаю, что вот такая ответственность, я должна идти вперед, и я для них пример, кто, если не я. Очень такой, да, серьезный подход у вас, да, то есть ответственность, и вот, мне кажется, у вас есть такое намерение, да, делать это для людей, да, то есть делать для клиентов этот бизнес, да, делать это для сотрудников. Это очень важная позиция, дорогие друзья, да, именно взрослая позиция, взрослая позиция на отдавание, да, что я могу сделать, да, какую пользу я могу принести. Если же мы уходим в другую позицию, думаем, что нам не хватает денег, да, или как мне найти работу получше, заработать побыстрее, да, или создать бизнес такой, да, который вот мне, ну, даст какую-то прибыль, да, максимально быстро, и когда мы на этом зацикливаемся, то это будет однозначно, ну, не очень успешно, да, почему, потому что, конечно же, энергия жизни, она нам дается для того, чтобы мы это реализовывали, да, в мире этот свой потенциал и приносили какую-то пользу в мир. Если мы застываем в какой-то детской позиции, да, в позиции мне не додали, мне не хватает, дайте мне, предъявляем какие-то претензии, что нам не нравится, да, что начальник плохой, да, или там что-то мне не так, не ту зарплату заплатил, да, или, ну, не тот какой-то график работы поставил, да, то это всегда претензия. И здесь я работаю также с руководителями, как бизнес-психолог, и мы анализируем ситуации в коллективах, и на самом деле бизнес, дорогие друзья, и деньги, это именно про деньги, про бизнес. Если у вас с этим связаны какие-то негативные эмоции, да, или возникают, да, на работе, да, вдруг какие-то аспекты, то это не про бизнес. И мы часто очень смотрим, и проблема возникает как раз в тех историях, когда человек приходит на работу, не как на работу, да, а, например, доказать что-то родителям, да, или сделать маму счастливой, например, да, или доказать бывшему мужу что-то, или вот недавно разговаривали с девушкой одной, она не замужем, у неё начальник мужчина, она приходит, и ей не нравится, допустим, что работы много, и она говорит, ну, он же должен понимать, что я женщина. Я говорю, подожди, подожди, ну, вот он на самом деле, ты женщина, да, за пределами работы, да, грубо говоря, да, потому что там ты подчинённый, а там он начальник, у начальника нет такой опции, да, понимаете. Если вот Ирина понимает, то это уже бонус, я так понимаю, да, что она понимает, что у других семей и так далее. И вот это очень хороший, да, начальник. В принципе, начальник, он что должен? Он должен обеспечить рабочее место, да, обеспечить работу, обеспечить клиентов, а понимать, что ты женщина, он не должен, да, и, в принципе, вот основные какие-то конфликты, неприятности, они возникают на рабочих, да, именно местах, когда человек, например, переносит на начальника роль мамы, да, которая должна позаботиться и все проблемы решить, да, вот наверняка, да, это вот может, ну, может быть, вы иногда даже это ощущали, да, в каких-то моментах, или предъявляет претензии, да, как мужу, да, там, которого, например, нет, да, и вот такие вот аспекты, они всегда, ну, они могут мешать, да, именно работе, да, или, например, какая-то, какие-то конфликты, нерешённые с мамой, да, в детские какие-то травмы человек приносит, когда это на работу, это создаёт именно в коллективе, да, сложностей, и, в принципе, это проработав, даже без сотрудников, да, вот в таком поле есть специальные технологии, это можно изменить, и, может быть, вы как-то с этим сталкивались, и что-то об этом можете сказать? Ну, знаете, вы сейчас говорили про вот... Я знаю. Денег? Того, как люди воспринимают. Я хочу сказать, привести пример. Я недавно работала с одним салоном красоты, и вот, ну, как бы, в качестве консультаций, у них как-то всё было настолько вот вяло текуще, клиенты вот заходили как-то, вот я даже побыла там, мне самой хотелось оттуда убежать. Какое-то вот мрачное состояние даже клиента, когда он перешагивает этот порог, и так оно и остаётся. Администратор всё время хочет взять побольше денег каких-то там с клиента. Это настолько ярко выражено, что психологически давит на клиента. И они никак не могли понять, ну, у нас вроде всё хорошо, мы вот и персонал постоянно обучаем, и то, и всё. Что не так? Я говорю, слушайте, попробуйте не то, чтобы... Вот клиент перешагивает, у меня вот такое ощущение, находясь в салоне, перешагивает ваш порог и уже чувствует, что с него хотят взять больше денег. Нету какой-то... Я всегда говорю, что с клиентом нужно работать через заботу. Он вам сам эти деньги отдаст. Но вы объясните, что вы там заботитесь, как вам после процедуры, как вы будете домашним уходом пользоваться. Но не потому что, а потому что действительно, если этим уходом не пользоваться, то эффект от процедуры просто, ну, как бы он просто уйдёт через неделю. Если пойти от заботы, то и люди станут меняться. Попробуйте что-то, это не так дорого стоит, там, выложить какие-то конфеты, что-то элементарное для клиента на ресепшн, подавать к чаю. И клиент уже почувствует о том, что вы действительно о нём заботитесь. Но это не те деньги, которые как бы стоит экономить. И действительно, в течение двух недель мы поменяли тактику. Вы знаете, я потом прихожу, нахожусь в них. Каждый клиент заходит и говорит, что у вас произошло, что изменилось? Ирина к нам пришла, да? Не изменилась. Но люди стали заботиться. У них чек вырос на 20%. У каждого клиента. Вот это то, как получать деньги. То есть как бы не через давление на человека, а через заботу, через внимание. То есть как со знаком плюс деньги сами тебе отдадут клиенты, даря вот эту вот положительную энергетику им, внимание. Тем более в наше время сейчас, ну это вдвойне важно, скажем так. В одном из салонов Лаки Групп, они там делали ремонт, сделали небольшой ремонт, но чисто косметически. Ну вот туда клиенты заходят, а как раз началась мобилизация, вот это вот все трудности. Выходят, вот зашла такая угрюмая, а выходят уже. И вот через одного они говорят, спасибо вам большое за тот праздник, который вы нам тут организовали. Я отдохнула душой. Ну естественно люди будут возвращаться в такой салон. Естественно они будут приносить вам деньги, потому что действительно они там почувствовали комфорт и заботу, внимание, они расслабились хотя бы. Просто от внешнего мира, вот от всех этих проблем. Поэтому как бы деньги приходят к людям, когда они, ты не стараешься, как вы говорите, вот их постоянно где-то найти, получить. Я иду на работу только, чтобы заработать и так далее. То есть поменять. Ну это не о своих, да? Да. Проблемах, думаю. Да. Действительно это про творчество, да, как раз, дорогие друзья, про отдавание. Вот то, что Ирина говорит, да, это ее опыт уже, да, подтвержденный, я думаю, многократно, да, и вот успешный опыт. Именно акцент на клиента, да, или если вы просто работаете как наемный сотрудник, да, это акцент, а что я делаю для своей компании, да, если, там, не с клиентами, например, вы работаете, а как я могу послужить этому, да, этому миру, да, через свою работу, например, бухгалтером, да, или обычным сотрудником. Какую пользу я буду приносить? Так вы представьте, как это важно, когда вы с таким подходом идете на свою работу, у вас никогда не будет страха, что вас уволят. У вас никогда не будет страха, что у вас не будет денег, да. Почему? Потому что вы сами насколько сильно поднимаете свою ценность, да, и самоуважение вот таким вот подходом, да, просто изменив вот этот акцент именно с того, что вы хотите получить, да, со своих каких-то моментов, на то, что вы готовы отдать. И когда мы это ставим на первое место, это, безусловно, срабатывает, да, и вот и на 20% увеличивается, и в несколько раз постепенно, да, это может увеличиться. И, конечно, здесь про то, если человек остается в какой-то детской позиции, вы чувствуете, что вам сложно, да, и что вас затягивает в эту дорогу, да, то есть для этого есть психология, и есть метод потоковой терапии, где не нужно там месяцами ходить и это прорабатывать, где за одну сессию, да, можно выстроить отношения с мамой, да, с отцом. Почему? Потому что я вот буквально кратко скажу, да, что мама – это про наш именно комфортный внутренний мир, про наше изобилие, да, про нашу возможность принимать деньги, да, чувствовать себя в комфорте, да, без тревоги, без стресса, да, без какого-то. А именно папа, да, вот уважение к отцу, да, то есть именно уважение, да, именно признание, да, отца – это про внешнюю проявленность, да, это про успешность, да, именно в глобальном бизнесе, да, вот про достижения, да, вот таких успехов. И даже если с родителями были какие-то проблемы, то мы сами можем создать, да, вот эти отношения, да, внутри себя. Это очень важный аспект. И если вы чувствуете, что с этим проблемы, вы можете просто это проработать, да, вот, и об этом есть в моей книге «Ваш беспраничный потенциал», да, и об этом можно именно на личной сессии, это достаточно быстро можно изменить. И есть, ну, может быть, Ирина, что-то на эту тему, если хотите, добавить, да, можете, может быть, как-то вы… Ну, или просто я тогда продолжу. И есть какие-то аспекты, которые нам уже действительно сложно контролировать, когда, например, речь идёт о деньгах, и вы чувствуете, что какая-то возникает вдруг паника, да, или сжатие в теле, да, или ещё какие-то, знаете, вот какие-то вещи накатывают, и вы не понимаете, с чем это связано, да, или деньги приходят, и они как-то вдруг от вас быстро уходят, да, потому что, ну, неосознанные, да, какие-то вещи вдруг с вами случаются, это можно говорить о том, что нужно смотреть глубже, и это может быть уже про транс… Ну, я не буду сложные слова говорить, это про проблемы в наших семейных системах, да, это было у многих, это те истории, например, когда кого-то раскулачили, да, или кому-то было опасно, да, человек, например, пострадал из-за того, что он был богатым, да, или из-за того, что он проявлялся, и сейчас просто вот это в вас, этот сигнал, да, этих предков, да, вот такое предупреждение внутри вас срабатывает, хотя для вас это безопасно сейчас, да, но вот эти вот травмы, они действительно могут работать, и мы недавно работали с человеком, у него там многомиллионная сделка, да, и там, ну, возникли с ней проблемы, и он приходит мне рассказывать, а я в бизнесе, ну, так смотрю, да, да, и я спрашиваю, да, а что вы ощущаете, что в теле, да, и он говорит, в теле вот такая вот, ну, так я это чувствую, да, то есть я понимаю, что речь идет о травме, да, определенной, и мы это проработали, да, за одну сессию, то есть мы нашли там какого-то предка, да, с которого это началось, вот эта вот история, да, вообще, о котором он не знает, да, ну, который вот действительно может вот так проявляться, проработали это, и через два дня мне пишет о том, что, вы знаете, сделка, со сделкой все в порядке, мы можем у нас там, мы можем и так ее закрыть и так, да, и два варианта, то есть все в порядке, все у них вот эти вот миллионы, да, сохранились, то есть все в порядке, и часто, если вы ощущаете в бизнесе или в работе, да, какие-то вот такие вещи, которые, ну, необъяснимы, да, или, ну, с логичной точки зрения, да, или которые вот как-то так срабатывают, или вот вы что-то делаете, оно не идет, да, как будто бы какое-то препятствие, это очень часто про то, что вот, ну, на уровне гораздо глубже, и с этим вот как раз мы работаем в методе потоковой терапии, да, и я сегодня вечером буду проводить эфир на эту тему, да, немножко подробнее, да, буду говорить, ну, о таких уже аспектах подсознания, да, кому интересно, я приглашаю, приходите, дорогие друзья, и вот, может быть, у Ирины, да, есть какие-то тоже объявления для вас? Сессии как бы, чтобы проработать какие-то моменты. Что еще раз? Давайте расскажем, сколько вообще вот, ну, таких сессий нужно, чтобы проработать какие-то моменты. А, спасибо за вопрос, Ирина. Смотрите, на самом деле онлайн-сессия, она длится час-полтора, и вот один такой аспект можно за одну сессию смело проработать. Это действительно так. Если человек, например, хочет сделать так называемый апгрейд, как я говорю, да, то можно посмотреть, это всегда есть какие-то шаблоны и травмы, которые у нас были заложены еще в период программирования, как я говорю, да, это еще внутриутробные истории. И там какие-то сценарии, да, которые даже не на уровне когнитивного, да, то есть не на уровне сознания, да, они очень глубоко внутри нас, и мы всю жизнь что-то делаем, не понимаем почему, да, а оказывается, это были истории какие-то мамины, папины, да, которые вот ребенок особенно в этом, ну, вот в таком совершенно, да, аспекте испытывает, и там можно, да, там от десяти и больше сессий смотреть именно вот как бы с целью, знаете, выйти на новый уровень позволения себе успеха, да, на новый уровень открытости. Например, иногда люди приходят, да, и говорят о том, что я хочу проявляться, выступать на сцене, а мне как-то вот, ну, сложно, да, например, это сделать. И удивительным образом очень часто это травмы, связанные с родами, да, то есть это первое появление на свет, да, записывается на уровне мозга как выход на сцену, да, и человеку, если не было там комфортно, представляете, то есть это очень глубоко, да, то есть это вот не объяснишь себе, да, что все в порядке, да, и не бойся. Это как бы на уровне тела, да, на уровне таких аспектов. Это можно посмотреть, можно исцелить, и там уже по желанию человека, да, конечно, это может быть как бы пакет из 10 сессий, да, или там, или более, да, но, конечно, вот какие-то глобальные, да, вещи, там можно их смотреть длительное время, но вот один какой-то, да, аспект, одну ситуацию какую-то сложную, да, или одну какую-то даже с психосоматикой, с какими-то аспектами, да, у меня очень много результатов, я очень это люблю, то это одна-две сессии может быть, да, то есть, ну, какие-то сложные, да, которые, ну, даже диагнозы, да, то есть с которыми мы можем работать, мы ищем причину, да, мы не отменяем лечение, да, ни в коем случае, но мы ищем причину, да, ее исцелим, и тогда у тела нет необходимости сохранять заболевание, да, то есть с этим вот таким вот тоже мы образом работаем, но, конечно, я очень люблю, потому что моя работа, Ирина, это тоже про творчество и про то, то, что я вижу, да, преображение, да, когда человек ко мне приходит, он меняется, вы, наверное, тоже это понимаете, потому что бизнес – это тоже очень такое классное, это такая творческая, да, игра, и которая, мне кажется, у вас очень успешно получается. Ну, может быть, еще что-то, да, расскажете о себе или какой-то вопрос у вас? А, вот еще такой момент, вот по поводу лечения, да, понятно, что какой-то конкретный человек, а вот если, например, я просто знаю, что многие мамы, например, обращаются по поводу ребенка, то есть эти вопросы тоже можно с вами решить? Да, безусловно, конечно, то есть смотрите, особенно вот лет там до 13, до 14, это очень часто про родители, да, то есть, ну, условно, как я объясняю, про то, что многие, например, знают, что в семье, да, вдруг начинает болеть животное, да, или там растение, это про то, что вот какую-то негативную энергию, да, вот, ну, решается, да, через вот такие аспекты. И дети очень часто, неосознанно, они как будто бы спасают, да, родителей вот своими какими-то, ну, заболеваниями, то есть нерешенные маминой истории, да, или папиной стрессы, да, какие-то, ребенок может брать себя. И, конечно, это решив, проработав, у меня недавно была история, женщина пришла, у мальчика аденоиды, да, и проблемы, как бы, в школе. И мы стали смотреть вот эту историю, это было еще, ну, вот, на самых ранних, нашли там ситуацию, да, в периоде зачатия, да, мальчика, да, который вот мамин, да, именно стресс, и плюс там, как бы, дедушкины еще истории проявились, да, мы это за одну сессию с ней посмотрели, сделали, и она мне пишет, через месяц, да, у мальчика ушли, ну, то есть он перестал ночью задыхаться, да, то есть стало все гораздо лучше, хотя это было у него с двух лет, вот эта история, да. И это действительно про то, что особенно дети, ну, с ними можно работать, да, и таким способом тоже. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что несете в массы такое, как бы, благородное дело, помогаете людям, ведь действительно, как бы, я думаю, что вы тоже нашли свое внутреннее предназначение, поэтому у вас так здорово все получается. Спасибо вам большое еще раз. Ирина, спасибо за ваш интерес, за ваше участие, да, да, я рада, что вы пришли ко мне, да, рада, что вам это было интересно, да, поделились вашим опытом. Благодарю вас, и до новых встреч.